Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире «Мангзды насилия для женщин». Тема сегодня очень актуальна для всех женщин, которые связаны с цветами и растениями. Как ухаживать за цветами? Сегодня у нас в студии Гюзель Кульжабаева, главный редактор журнала «Гульстан». Добро пожаловать в студию. И Ахпутам Рзалиева, ландшафтный дизайнер. Очень приятно познакомиться. Добро пожаловать. Гюзель Ханым, жалпы, енді осы бау-бақшамен айналысудың, енді шыны керек, қазіргі таңда біз көп ойлана бермейміз ол зұралы, басқа да шаруаларымыз өте көп, бірақ жалп алған кезде адам ағзасына қандай пайдасы бар осы бау-бақшамен, гүл өсірімен айналысудың? Қазіргі таңда экологияның мәселесі өте жаңағы, өзекті болып тұрған жағдайда. Ол бау-бақшай мен ойлайым, барлық жерге керек. Тіптек, әдімгі күндерікті әркімнің тұратын, үйінің өзінің көп олдандырған өте қажеттедеп ойлаймын. Бұрын қазақтар алтай жайлауда өмір сүрген. Қазір біз ұндай алтай жайлауға барып әдемі өмір сүр алмаймыз. Біз қалада өмір сүрген. Сонықтан қаланың еліне, қаланың қосын, ауылда қосын, үйге күліек баға шеккен өте қажеттедеп ойлаймын. Ақпата ғаным, нүшін, әсіресі ете, ғеніміздей бар, нартез сондайын, ақсы аңқсаедің ұлаймыз. Мысалға, қыраныз, демалыға адамдар қайда барады, тауға барады, өзінің жағалауына барады, орманға барады? Айткен адамның жан-діниесі сәңағы табиғатты қалайды. Негі барып, тақырға бар демалыға көмірінісі? Тасқа барып, да. тому чтобы вот выращивать тому чтобы как-то декорировать как вот по вашей специальности или это как-то внутри по интуитивно человек может все-таки сам ну как уже сказали человек вот такое существо что он тянется к природе и человек сам для себя выбирает и многие сейчас очень хорошая тенденция начинают заниматься садоводчеством огородничеством плодоводством если человек занимается для себя я думаю профессионального обучения для этого не нужно но если человек работает в профессиональной сфере и должен нести ответственность за это то нужно лучше обучиться профессиональным желательно не в одном месте а вот каждый год усиливать свои знания укреплять причем еще знание очень много появляется то есть нужно быть в пульсе держать руку на пульсе то есть в курсе всех в курсе да и быть готовым к новшествам новые проблемы возникают нужно быстро их решать поэтому для профессионализма нужно а для садоводчества для лично для себя для своей семьи я думаю не обязательно потому что сейчас очень много информации многие самоучки обучаются сами но для профессионального я думаю этот творчество и очень обязательно спасибо большое козель ханам талпа осында джанна к гуль и жернин димит нам саллы киборгский и кемчегтер осырем издет брақта без глюл осыректе себе олар соцкат деда киборген куесет киборген куесет киборген куес бет сол не нерси мен байланысты деп олесисы с а также суракпойм брк тэрэп чоуэрберк битин галпа бизе глю мәдениеті элі толық ганды дамыган жоқ шындық керек европамин саллыстырағанды месел ғангелем немсем нау шағыс елдермен саллыстырағанды бизе глю мәдениеті әлі қатты дамын девайты окумает сону біз арнайлы балларға мен тұргүлдер әліппесің ғандай керек әлі ғүлдер әліппесің біздің журналы біздің мақсадыңыз күшкенде тезінен ол неген үйге гүл аға шеккен дұрыс үйкені бала әрі адам өзі білу көріп көгілдендыруды жалпы білгені дұрыс жағы енді бизнец кәліңдірмаса да Венгрия, например, Google-дан дырущи, которые были правы, Google-дан дырущи. Белый уровень, каждый человек знает об этом. Вы знаете, что вы думаете, 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 что вы думаете. Вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вам были resentна, что вы думаете, что вы думаете, правосancy, уменьшите вы formas. Может быть, какOMа немножко снимает� frequent money солдат дар. Г� morning решили мать. В целом, как ландшафтный дизайнер, какие эскизы, скажем так, какие цветы больше всего заказывают вам? Заказывают, но… Ну или предпочтения, скажем так. Это зависит от того, заказчик – мужчина или женщина. Есть разница, я вот всегда это вижу. Мужчины часто, практичные натуры, они больше любят хвойные растения, почти что 95 процентов, а женщины очень любят цветущие растения. Поэтому вот с каждым годом, как нарастает тема садоводства и цветущие растения очень пользуются популярностью, ну а хвойные, они как всегда пользовались, так и с каждым годом больше и больше. В связи с этим, скорее всего, есть, наверное, уже такая градация, да, у вас уже, допустим, более бизнес-вариант, более там для дома? Не совсем, это зависит от размера растения, да, кто, допустим, любит подождать и хочет посадить маленькое растение, он обязательно посадит маленькую елочку и будет на ней ухаживать, лелеять, и приживаемость у нее будет хорошая, и обойдется она не очень в большую стоимость. Ну а кто хочет 10-метровую ель, то, конечно, это нужно оплатить доставку. Уже готова и подороже будет. Большая еля, она будет очень дорого стоить и в посадке, и в доставке, и сама стоимость материала, и за ней в дальнейшем ухаживать будет тоже недешево, потому что первые несколько лет хвойные очень долго приживаются, и через 10 лет это еще не факт, что она еще даже прижилась, особенно если это крупный-крупномер, такой очень большой хвойник взрослый, то это всегда очень большой риск и большие расходы. А в плане тенденций, конечно, это каждый год появляются новинки, новые сорта, многие за ними гоняются, это тоже очень большая тема. Рахмет, түркен. Гюзел ханым, жалпы, енді осы тұрғыда біз көп жағдайда, мысалы, сол көрсе-гұзарлыққа салынып, мысалы, мынандай гүлінады, андай гүлінады деп сатып алып жүремізді, мысалы, олайда олның, мысалы, бізге ағзамызға асерін аңгармай жатымыз. Осы тұрғыда, мысалы, үйге, қандай гүл таңдаған жақсы? Гүл таңдар алдында үйдің қай жеріне үйдің шы болса, қай жеріне қойасы, соңы білу көрек. Мысалы, өте үлкен, үйдің көлімі, не байланысты, және күн түсіеме, күн сөйлес түсіеме, көлім кема, мысалы, күн сөйлесі жерді көп өсіміктер өсе бермейді, егер күн сөйлесі азырақты жөтін жер боса, онында күн сөйлесі жақсы түсіп тұрған баса және, мысалы, кей бір адамдыр, пальма саты болады, ай, пальмаға өте өлкен орым керек. Ол кішкен дейдейді, кішкен дейдейді. Немесе, ұрадын дейді, ұрадын дейді тағын гүлдеп тұрған гүлдерді қызығатта саты болады, онын күтімен білмей жеттады. Гүл алмас бұрын, ол гүлді күтіміне кішкен дейді мән беру керек. Бірінші орында, күн күл өңкесіне қару керек, онын күте білу керек. Онын күтігі шамаш арқына қару керек. Егер, мысалға, күлмен айланыс баған адам болса бұрын, ең бірінші арзан, жаңа, дженгіл күтімі дейді өсімдіктерді аулаға болса да, мысалға, үйге болса да, бөлмеге болса да, бастаған дұрын. Солдан бастаған дұрын. Солдың үйдің ішіне, кер айн, жаңа, қаста мақты еміз. Емесі, сұртқа түймеді ақын, жаңа, ұрамашқа. Сол сияқты, дженгіл арзандау күтімі дженгілді өсімдіктерді егіуден бастау көрбейткені, өсімдіктердің ол қымбатты дүни еуі. Тұрсы айтасық, қазірде мұна сұрақ келіп түсіп отыр, көрімені бізден. Жаңа, күл саты болармызғы, бір жәден жаңағы, дүкенен болсын, базардан болсын. Сосын, оны дереу өзіміздің топырағы, басқа топыраққа ауыстыру керек па, чоқ па соны ойында? Әргене, мысалға, шетелден келген болса, олар жолда салмағы бәресептелінеді ол ғойы. Сондықтан өсімді кішкен дайған адысқа егіледі. Әдемі болу үшін кейде бір түбекке бірнеше күлді егіп қойады, мысалға, арнайлану әдемі көріну үшін, күлімді көріну үшін. Сондықтан оны сатып алғаннан кейін, оны қандай өсімдік. Ол қалай бір жылда қан жалықты өзеді, соған байланысты түбекке егі бірік. Бірақ түбекке кішкен дайған күлді дәу түбекке егіп таста оғылмайды, егер дәу түбекке егісе, ол таң бұрына жібер өші үйде қиындайды. Сондықтан кезгелген өсімдіктар сатып алғаннан кейін оны түбекін ауыстыру өрек, ауыстыра әлі білу өрек. Әр бір күлдің өзінің бір ерекшеліктері бар десіз қосында? Көлемі не байланысты, сөнген қай жерді тұрады. Мысалға, мектеп болса, мысалға, пасмасы ұдыстар болға дұрсысын бұл кетігі мүмкін да, балаша өтін. Еді құшы ұдыстың өзінің ерекшелігі бар. Рахмет түлкен. Апатахану, в целом, если говорить о цветовой гамме, у нас действительно в декорировании не всегда получается сочетание вот этих вот цветов. Например, со стенами кто-то там хочет сочетать. Как сильно обращают на это внимание ваши клиенты? В помещении или снаружи? В любой декорации, да. Ну, если в помещении, то тоже не все комнатные растения обильно цветут. И цвет получить не всегда получится. Большинство, конечно... Не всегда, тем более. Да, не всегда получится. Конечно, есть возможность. И при желании можно любого цвета растение цветущее поставить. Но это на время. А чтобы круглый год у вас был одного этого же цвета растения, то только вот зеленые даст. Зеленые либо пестролистые. Пестролистые тоже они вот красивы по-своему. Ну, в принципе, наоборот, даже стараются, если не хватает в помещении какой-то... Не хватает изюминки, но, наоборот, поставят... Ничего нет зеленого, но что-то пестренько-зелененькое могут поставить вот фитодизайнеры или дизайнеры интерьера, архитекторы, любые профессии, скажем так. То есть, в принципе, это тоже на вкус. Это на любителя, на вкус, да. Прям такой специальных таких задач и ставится. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Как Вы считаете, есть ли такие цветы, которые нежелательно выращивать в доме или которые возможно негативно могут повлиять даже? Да. Бывает же, которые наоборот какой-то ядовитый может запах. Да. Но тут нужно знать, многие растения, даже это относится к лечебным, вот у многих лечебных растений могут быть ядовитые ягоды. И те же самые ядовитые растения, они чаще всего и лечебные. Там просто от дозировки зависит. Но из тех, которые я знаю и лично я сталкивалась, вот белые лилии когда дарят в подарок, желательно, чтобы помещение было проветриваемое, может голова заболеть. Желательно, чтобы когда появляется новое растение, чтобы помещение было проветриваемое. Ну, в принципе, всегда все врачи советуют проветривать помещение. Или, возможно, есть просто аллергия на какие-то растения. Да, если есть какие-то аллергии, допустим, человек знает, то, конечно, уже заносить не стоит. Но есть еще растения, которые рекомендуют. Вот, допустим, хлорофитом растения, его в детских садах рекомендуют. Оно очень хорошо обогачает кислородом. Но в спальнях его тоже не ставят, потому что в ночное время растения ведут себя по-другому и в дневное время по-другому ведут себя. Поэтому стараются в спальнях особо растения не держать, чтобы их не таскать, не переносить днем туда, вечером туда. Их уже просто в спальне не ставят. Сразу? Да. Есть еще такое хорошее растение для астматиков – араукария. Как-как? Араукария. Араукария? Да. Это хвойное растение, оно такое комнатное, да. Оно считается, что оно ионизирует воздух, очищает и очень рекомендуется для астматиков. Но есть еще ряд целых растений, но араукарию особенно выделяют. И, в принципе, очень много растений таких полезных для помещения. Но это надо индивидуально смотреть по каждому растению. Интрики. Спасибо большое. Араукария. Горьем. Я не знаю, что я знаю. Мичем о том, что вы дали больше. Вы знаете? Что это скажем? Что скажем «Пущаяierка»? Да. Что скажем, что «С plutармей стойка»? В этомöreе, что мы будем в том, что если она его дата, то, что к нам, то, что мы будем думать о том, где мы будем решить иначе. Суды күн қатты шығып тұрғанда біркуге болмай. Суды күн қатты шығып тұрғанда біркуге болмайды. 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 Это было 40-х. Путақын. Например, кейден 40-х, көп путақшыр, азайты. Жалпы лимон жемес бермеген жағдай иначе, бір-біріне телеп жатады. Я не знаю, что лимон, а мы лимон, мы декоративные, одевые кушыны. Мы берем лимоны, бір-біріне, жем салғыңызге, оның жаңағы, жаңағы, бір-біріне, оның күн пүшу күріп, күлімке ол өсі бермейді, күнде өйтек қажететет. Рахмет үлкен. Ахбат Туханым, а вот, насколько часто, апай говорит, в качестве декорирования выбирают лимонные растения? Это, видимо, предпочтение уже, индивидуально каждому. Бывают растения, начинает ловить тенденцию, становится очень модным. Тренд. Да, становится трендом. И, видимо, такая большая волна лимономании. Да, просто некоторые не разбираются, например, как это, лимон, не лимон, они просто общим названием называют фикус. А лимон? Цификус? Нет, вообще, я нужен фикус. Цитрусовые сейчас очень много, их продают в большом количестве и любят очень много. У нас в семье тоже очень многие любят цитрусовые, но ухаживать не каждый умеет. Лучше, конечно, заниматься этим. Такое, немножко специфическое. Это очень специфическое, да? Особенно, если хотите, чтобы было много плодов, то нужно этим заниматься. Спасибо. 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 Это даram,Аааа Ваау. и и и и и и и и и ей и и и и Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ахвата Ханам, в целом, если я правильно поняла, при выборе любого дизайна можно пригласить специалиста, а можно просто почувствовать внутреннюю, насколько, что, например, хозяин сам хочет внутри, и, исходя из этого, уже выбирать какие-то тенденции, а вот в каких сайтах или вообще где он может получить такую информацию, может у вас есть какие-то рекомендации, зайдите, или хэштег какой-нибудь, куда заходить и узнать, какие сейчас цвета в моде, какие цветы можно сейчас заказывать. Я так поняла, советы нужно дать начинающим, начинающим обязательно очень важно продумать наперед, вот говорят же составьте план, вот очень важно составить план, где хотят видеть, что именно, можно сделать функциональное зонирование, допустим, входную парадную зону оформить парадно, какую-то часть выделить под плодовый сад, другую часть под огород солнечную обязательно, то есть это уже человек составляет список, делит на зоны и потихонечку готовиться. Ну опять-таки это список, есть очень много лайфхаков, как сейчас улучшить. Просто может быть набрать лайфхак по простите? Ну есть, да, это очень много сейчас знаменитых вот таких подборок, лайфхаки для садоводов, для огородников, каждый выбирает то, что он может применить для себя, это уже индивидуально. Индивидуально. Да, но очень важно начать с плана, с планирования, это всегда всем помогает, потому что многие заказчики приходят, говорят, вот мы не знаем, мы просто хотим красиво. А потом, у меня даже вот есть в работе, я составила анкету и каждому клиенту, я с ним дальше буду работать или нет, я просто даю эту анкету, после того, как человек ее заполнил, он уже видит примерно, что получается, какая-то картина, что он хочет, что он не хочет. От этого отталкиваться самому проще. То есть это, в принципе, тот же самый составляется план и дальше уже по этому плану человек работает. И ты галочкой зачеркивай, зачеркивай, это все по индивидуальным вопросам. То есть, получается, иногда человек сам не знает, что хочет. Да, но когда он начинает писать, он уже понимает, о, это мне подойдет, а это не подойдет. После того, как он написал, он уже приходит понимание. Поэтому планирование – это очень такой вот важный момент. Хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. 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 Что вы пожелаете нашим телезрительницам? В целом. Да, есть пожелание. Я бы хотела пожелать каждому понимать и развиваться гармонично с природой, прививать это детям, семье. Потому что это все очень дарит хорошее настроение, хорошо способствует хорошему дальнейшему развитию. То есть, в принципе, развиваться в направлении плодородного земледелия, садоводства, наведения красоты, и чтобы это все было в гармонии с красотой. Чтобы каждый прочувствовал эту красоту гармонии на себе. Это очень прекрасно. Спасибо. Наша передача «Прямой эфир» подошел к концу, уважаемые телезрительницы. Действительно, тема очень интересная. И каждый цветок, он требует особого ухода. И для того, чтобы наша жизнь была более яркой, более радостной, оказывается, все равно для нашего здоровья, самочувствия необходимо развивать и эту культуру, как садоводчество, как цветы и так далее. Желаем вам всего хорошего и хороших выходных и хорошего ухода за вашими цветами. До новых встреч. Ассаляму аликум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Господа Продолжение следует...